Депутат Государственной Думы Наталья Владимировна Поклонская Вызывали и тревогу, и боль, и разочарование Но Крымская весна 2014 года, она многих вдохновила, многих обрадовала Многие стали счастливы Вы одна из тех звезд, одна из тех героев и олицетворения Крымской весны Скажите, пожалуйста, вот прошло уже, скоро будет 4 года, да? Что изменилось в Крыму? Какие настроения в Крыму? Спасибо Ну, прежде всего, конечно, знаете, я, наверное, самый счастливый прокурор не только в России Потому что мне была предоставлена возможность, такая честь Работать с самым лучшим коллективом в прокуратуре Республики Крым Которым мы прошли вместе Такой удивительный период, исторический Это страничка многовековой истории нашей удивительной страны Которая написана золотыми буквами Это возвращение Крыма домой в Россию Почему и книга названа «Преданность, вере и Отечеству» Действительно, эта преданность, она проверяется Это не просто обычные слова Это то, что показывается и то, что у каждого в душе есть Но не каждый попадает в такие условия, когда это можно показать Вот эту вот преданность вере и Отечеству, Родине своей Потому что там первая часть книги, она и содержит воспоминания Интервью мои еще на тот период времени В 2014 году, когда я очень-очень волновалась Перед первой пресс-конференцией Было много... Честно скажу, поделюсь с вами Вот шла сюда и немножко испытала те же самые чувства Которые были у меня когда-то в 2014 году, в марте месяце Когда я впервые шла на прямой эфир Когда я впервые встречалась с огромным количеством журналистов Меня не было видно среди микрофонов Там были журналисты из Японии, из различных стран Из Украины, отовсюду Были разные вопросы и провокационные Очень переживала, очень волновалась Но на тот момент не было времени сильно волноваться Надо было... Да, страшно, страшновато Но так себе говоришь Потом побоишься Пойдешь в комнату и побоишься А сейчас надо вот работать Надо говорить, надо отстаивать Честь, достоинство, офицерскую честь Поэтому, что изменилось сегодня в Крыму? Да изменилось, конечно, многое Но осталось неизменным одно Это любовь к Родине Мы видим, как строятся храмы На территории Крымского полуострова Соборные мечи Мы видим, как люди радуются каждому дню Что небо мирное Что дети могут спокойно ходить в школу Знаете, как... Может быть, я скажу банальные вещи Но для крымчан они не банальны И для граждан Украины Которые сегодня претерпевают то, что случилось на Украине Как важно иметь право и возможность Говорить на родном языке И как страшно, когда плюют На святую память На святой подвиг Наших предков Наших дедов и прадедов Которые положили жизни За нашу Родину Это на самом деле очень страшно А в Крыму, слава Богу Есть то, чем мы гордимся И весь мир увидел, что нельзя так поступать Что это все свято Что это все защищается людьми И защищается не ради чего-то А защищается потому, что в душах это у нас В наших людях Почему вы не посоветовались с авторами Перед тем, как публиковать их интервью, их работы Как вам все так произошло? Спасибо Спасибо за вопрос Он действительно сегодня обсуждался наверняка Я видела эту запись И вот авторское правоинтеллектуальное собственность Это тот вопрос, с которым работают многие юристы, правоведы Есть постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации Можно было бы ознакомиться и Марине Ахматовой Или Ахметовой Ахметовой Ахметовая Да, с этим постановлением Пленума Поскольку ее права в данном случае не нарушались Разрешите Я издатель И разрешите мне ответить на этот вопрос Потому что данная книга рождалась совместно И если эти вопросы возникли у Марины Ахметовой То их нужно было сформулировать Но не только у нее, по-моему У всех У ряда журналистов У всех, да У кого она возникла И направить в издательство Потому что, согласитесь, данный пост А это правовой вопрос Я согласен Поэтому я отвечаю на этот вопрос Согласно статье 1247 Гражданского кодекса Российской Федерации Данные произведения, собранные в данной книге Являются освобожденными И их можно использовать Безусловно, но есть исключительные права То есть, получается Вы просто Я знаю, ваш комментарий Просите Нет, секундочку У вас мало времени Нет, нет, нет Секундочку Давайте Я прошу прощения Вот Мы можем дальше дискутировать Почему издательство Книжный мир не спросило Мне понравилось это интервью Оно острое Можно было сделать книгу Знаете, такую За все хорошее Просто против всего плохого А его Захотел Нет А интервью Натальи Владимировны Это что? Она автор Она автор Она автор этого интервью Это не так? Спасибо большое Нет Он Про это помню, вас не помню Ну, изменился Что-то загорел Владимир Владимирович Подарили первый Ну, этот экземпляр Чтобы Крым Отложить А там Изваря Грики Это туристический проект Будет он Будет в восемнадцатом году Давайте вопрос Вы поддержите, что если Мы вас Возьмем Попечительский совет По этому проекту А давайте так Вы Обратитесь С письмом Она лежит Письмо И подарки Подарки От шести Лауреатов Государственной премии Вам Хотели Тоже, чтобы они С нами были Подарки И очень осторожно Ну, там Андрей Николаевич Ковальчук Такой Скульппер Он вам Спасибо большое Мы рассмотрим Это обязательно Предложение И обязательно В письменном виде Открытим Так, одну минуту Сейчас, секундочку От всего гонорара Мне ничего не надо Весь гонорар Идет на благотворительные цели Детям На обучение И детям Которые находятся В приюте Можно отсюда Да Наталья Владимировна Нес Сейчас Дала успех Компромиссная идеология Внутри страны И Международных отношений Но наступает Перевод Что должна Проводиться Принципиальная Наступательная Идеология Как внутри страны Так И За рубежом И Многие Смотрят На вас Как на самого Решительного Принципиального Без Компромиссного Смелого Человека И в этом отношении Нет ли у вас Задумки Организовать Почтепенническое Движение Постепенно Превращенное В партию Которая Борется За власть То ли Путин Начнет Проводить Принципиальную Решительную Политику То ли Он Через два года Будет уходить И лично Я вас вижу Или генеральным Прокурором России Или президентом Нашей Родины Молодец Спасибо за такие слова Конечно Знаете Честное слово Я наверное Просто Ну Не заслуживаю Таких слов Потому что Ну Они Очень высокие Они очень Ответственные И Борьба За власть Каждый человек Должен понимать За что он борется Не за власть Надо бороться Это большая Ответственность Потому что Занимая должность С тебя есть спрос Больше Потому что Должность Занимаешь Значит Больше отдавай И думай о себе Уже во вторую очередь А думать надо О людях Я занимаю Ту должность Которую я сейчас Занимаю И Говорю вам Честно Глядя в глаза Мне не стыдно Вам смотреть в глаза Мне не стыдно С тебе смотреть в глаза Потому что Все что я могу Делать Я делаю По совести И так буду Делать Дальше Какую бы должность Я не занимала Будь то рядовую В прокуратуре Либо депутатом Либо Господь управит Буду стараться Делать все По совести Это самое главное Спасибо Добрый день Меня зовут Алексей Александров Я не буду Ставить Чтобы не перебивать Картинку коллегам У меня Знаете Какой вопрос Я Вчера Даже купил Вашу книгу Понимаете Я постановился Много портретов В том числе Николая Второго Которого Насколько я понимаю Вы очень почитаете Сегодня Вы провели Параллель Между Николаем Вторым Как Насколько Был действительно Проект Моста Керченского Сейчас Выстроит Владимир Путин Есть некая параллель Вопрос такой Как вы думаете Почему Владимир Путин Сейчас Пока еще Не принял решение О пересохранении Ленина Который В общем Является Ну наверное Одним из Людей Которые Принимали решение О убийстве царской семьи Спасибо Я не могу отвечать За нашего президента Я только скажу одно Что президент Принимает Выверенные решения И Решение Принято руководством Как Это решение И когда Оно будет Изменено И каким Оно будет дальше Время Наверное Покажет Вы бы хотели Чтобы оно Было принято Таким Я не могу сказать Хотела бы я Какие решения Чтобы были приняты Президентом Нашим Я считаю Что Прежде всего Необходимо Смотреть В мнение Общества Люди готовы Или люди Не готовы Вот нужно Смотреть По отношению Людей И я уверена В том Что Владимир Владимирович Обладает Информацией Готовы люди К этому Или не готовы И Когда-то Будет принято Новое решение Когда это будет Когда люди Будут готовы То есть вы Спасибо Спасибо Уважаемый Анатолий Слева Слева от вас Здравствуйте Я бы хотел Начнять С известной фразы Сила в правде Вот в этой книге Написана правда Современниками Которым Мы являемся И вот Очередной раз Прочитав Ваш ответ На так Называемый Майданный Вирус Да Хотел бы Выразить Следующую Логику Мысли Вот Тот человек Который Бросил Этот термин В Медийное Пространство Является Последователем Тех людей Сто лет Которые Делали Государственный Переворот В стране Именно Вокруг Вокруг Этой партии Сегодня Объединяются Все В угоду Иностранным Инвесторам Или Иностранным Покровителем Совершенно верно Как Вы считаете Вот Именно Его Это было Его Личное Выражение Или Это Спланированное Очередной Камушек В Информационное Пространство Для того Чтобы Продолжать Информационную Атаку Это первое И второе Как Вы Считаете Не Настало ли Время Защищаться А Настало Вот Это же Современный Информационный Экологически Чистый Если можно Так сказать Продукт Да Может быть Настало время Собирать Такие Такие Продукты Да И Продвигать Нашу Духовную Состоятельность И нашу Историческую Правду Спасибо Спасибо за вопрос По поводу Исторической Правды Действительно Нужно Бороться И защищать Свою Историю Свою Правду Сила В правде Поэтому Нужно Понимать Где правда А где Ложь И нужно Защищать Свою Родину Честь Своей Родины И нужно Беречь Нашу Самобытность Тем Мы и Отличаемся От других Что мы Уникальны Мы все Уникальны Чем Славится Страна Своими Людьми Традициями Культурой Историей Верой То что Есть Самое Главное То что Мы Несем Обычные Люди То что Каждый Из вас Несет Ваши Семьи Несут Вот это И является Душой Страны Душой России Душой Украины Душой Белоруссии Каждого Народа А то Что было Сказано По поводу Майданного Вируса Я хочу Сказать Следующее Вот Многие Политики Их Много И Очень Многие Хотят Получить Ну Хоть Чуть Чтобы Были Узнаваемы Хоть Чуть Чтобы Фамилия Была На слуху Ну Хоть Как-то Где-то Показаться А как Это Возможно Либо Надо Подвиг Какой-то Совершить Либо Надо Кого-то Обидеть Либо Нужно Попасть В Какой-то Скандал Либо Некоторые Даже Устраивают Прыгание В Снег Голову Бьют Прыгают С моста Чтобы Славу Славу Получить Так Вот И такие Высказывания Обидеть Людей Майданный Вирус Это Сказано Человеком Который Всего Лишь Захотел Напомнить О своей Забытой Всеми Фамилии Кстати Фамилия У него Недалеко Ушла От Организаторов Майдана Владимировна Здравствуйте Во-первых Спасибо вам огромное За то что вы делаете Вы делаете действительно Много Один из вопросов Которые вы затрагиваете Своей деятельностью Это Сругательная материнка Очень сложный Животерпещущий вопрос Скажите пожалуйста Почему решили Затронуть Те направление И как вы считаете Лучше его совсем Или как-то На законодательном уровне Строго урегулировать Потому что Вот у вас даже Опрос был Как вы считаете Спасибо Спасибо за вопрос Он очень важен Тем более Вот в последнее время Везде в интернете И в соцсетях Стали писать Да и журналисты Средства массовой информации Стали ассоциировать На проект Запрете суррогатного материнства Со мной Это не так Просто нужно Просто Я хочу внести ясность Мной Этот законопроект Всего лишь Выставлен был Для голосования Среди обычных людей Я хотела посмотреть Как люди Относятся К этому законопроекту Который был Предложен Не мной Не поклонской А членам Совета Федерации Российской Федерации Совершенно Совершенно другим Депутатам Членам Совета Федерации Но не поклонской Этот законопроект Будет рассматриваться В Государственной Думе Именно поэтому Я решила Посмотреть И устроить Такое голосование Результатом голосования Многие люди Практически 80% Проголосовали За запрет Суррогатного материнства Мое мнение Личное Конечно Проблема Существует И проблема В чем Россия Это страна Нравственная страна Где ценятся Наши традиционные Ценности Нравственность Это страна Которая Имеет Свою самобытность Европа Там все Очень Равно Гендерное Равенство Родители Один Родители Два Там нет В некоторых странах Понимания Мамы Папы Чтобы не обидеть Есть Двое мужчин Они могут Иметь ребенка Есть и две женщины Они тоже могут Иметь ребенка Потому что Существует Суррогатное Материнство Потому что Существует Различные Способы Усыновления Удочерения Вот в этой части Как бы Люди Забеспокоились Потому что Их понять Можно Люди хотят Чтобы в России Была мама И в России Был папа А не родитель Номер один И родитель Номер два И поэтому Многие Многие Поголосовали За запрет Суррогатного Материнства Но есть вторая сторона Медали Когда женщина Просто не может Иметь ребенка Это медицинские Именно показания Которые Предполагают То что Родители могут Воспользоваться Услугами Суррогатного Материнства Посторонней Женщины Чтобы она Родила Выносила Родила ребенка Для семьи Это нормально Но здесь Нужно Разграничивать Критерии Когда В каких Условиях Можно Воспользоваться Суррогатным Материнством А когда Недопустимо Я считаю Что Ребенок Должен Расти В семье Где мама И папа Тогда Это Наша Нормальная Семья Вот Только Поэтому Наверное И существует Сейчас Такой спор Активный В обществе Я думаю Что На голосовании В Государственной Думе Все эти вопросы Будут озвучены И будет Принято Правильное решение Дай Бог И прислушиваются К людям Которые 80% Поддержали Этот законопроект Там уже отвечал И вот Я смотрю Встреча плавно Перетекла Из разговора О вашей книге В такой прием Граждан По личным вопросам Хотелось бы Все таки Думаю Всем интересно Как вот Родилась у вас Идея Написать книгу Как с чего Все началось Расскажите пожалуйста Как вот у Маргариты Что-то началось И вы тоже Расскажите пожалуйста Я думаю Это интересно Спасибо Ну вот Благодарна Я людям Которые Помогли Мне Родить Эту идею Потому что На самом деле Самостоятельно Все сделать Собрать Ну как-то Мне было страшно Я не знала С чего начинать Ну я же не писатель Ну я знаю Как сшивать Материал уголовного дела Я знаю С чего начинать Уголовное дело С постановления Возбуждения Я знаю Как работает Прокурорская Система Ну в жалобу А книгу Ну откуда С какой стороны К ней-то подходить И ко мне пришли Сотрудники Из издательства И предложили Я говорю Слушайте Да я с удовольствием Только покажите Как это делается Поэтому я очень благодарна Именно издательству Потому что Они показали Как это делается И потом Я уже сидела Дома Как раз Одно время Показывали Да и писали В интернете В СМИ Что поклонская Куда-то исчезла Пропала После окончания Истории с Матильдой Поклонская Куда-то Сдулась Как говорила Не Я не сдулась Я сидела Писала Дома Учитывала Фотографии Выбирала Чтобы Красиво Получилось Ну Одним словом Работала Над книгой И Благодарна Издательству Потому что Это Именно Их труды Прошу Еще Если есть Вопросы Вадим Предприниматель Наталья Владимировна Огромное Вам спасибо За Вашу работу По направлению Депутатских запросов Которые Помогли Многим Предпринимателям В их борьбе С незаконным Уголовным Преследованием И вот Вопрос такой По Вашей Текущей Деятельности Не ведется Ли какая-то Работа По Обобщению Всех Результатов Направления Данных Депутатских Запросов В Плане В плане Реформирования Уголовного Кодекса И тех Резиновых Статей Которые Дают Коррумпированным Сотрудникам Правоохранительных Органов Возможность Вообще Устраивать Такие Конвейерные Незаконные Уголовные Преследования Направленные На Взятие Бизнеса И Мущества И так далее Спасибо за вопрос Он Для меня Очень Интересный В плане Профессиональном Потому что Я депутат Но Я остаюсь Быть прокурором И правда Такая проблема Существует И Каким бы ни был Уголовный Кодекс Все равно Найдутся Лазейки При желании Для нерадивых Сотрудников Что-то Выкрутить И как-то Помучить Неугодных Бизнесменов Поэтому Проблема Не в уголовном Кодексе Проблема В чистоплотности Таких Сотрудников Правоохранительной Системы И прокуратуры Конечно Анализ ведется И обобщение Ведется И Мы С моими Помощниками Сегодня Все это Собираем Воедино В июне В июне В государственной Думе На парламентском Часе Будет выступать Генеральный Прокурор Российской Федерации Юрий Яковлевич Чайко Я надеюсь Что Мне будет Предоставлена Возможность Задать вопрос И Я надеюсь На то Что Вот эта Часть В Один Большой Вопрос Войдет Юрий Яковлевич С моей стороны Климен Климен Алексей Общественная Организация Чести Родина Вот Наталья Валдеймировна Вы знаете После того Как Был возвращен Наш Крым Наша земля Значит Политическая Система Соединенных Штатов Америки Двухпартийная Система Превратилась Как многие Говорят В однопартийную Систему Мы по факту Имеем Однопартийную Систему В США Сегодня И возрастает Антироссийская Риторика Значит В адрес России Льются Можно сказать Помои И к этому Дискурсу Присоединяются Евросоюз И другие страны То есть Вопрос у меня Заключается в следующем Как Как на ваш взгляд Россия Которая составляет 2% мирового ВВП Будет противостоять 50% мирового ВВП Который сегодня Ополчился на Россию Какие примитивные меры Должна Россия Предпринять Ближайшие 2-3 месяца Чтобы защитить Свой суверенитет Мы все видим Что вооруженные силы Украины Вооружаются 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 Вот ваш прогноз Спасибо Спасибо Я могу сказать Что вооруженные силы Украины Вооружаются Вооруженными силами Других стран Вот Не собственными Поставляются Летальное оружие Для мирного населения На территории Украины Что они Вот Хотят Делать Войну Там На территории Украины Именно Руководство Украины Не думают О людях Об обычных гражданах Ведь Люди Не рады Не рады Тому Что с Америки В глобальном смысле Переживать В этом аспекте В глобальном смысле Переживают И работают Те Высокопоставленные Руководители Соответствующих Ведомств Министерств Которым Всего долга Это Менено Положено Каждому человеку Нужно Просто Исходя Из своего Статуса И защищать Свою родину И достойно Выполнять Свой долг Вот и все Вячеслав Сергеевич Лопатин Историк Кинематографист Писатель Иван Бессал О качестве Нашего Исторического кино Я хочу Вас поддержать В вашем Вашей Как даже сказать Не борьбе А в вашей Вашем желании Защитить Нашу историю От Недобросовестных Историков Ну Я имею ввиду Матильду Конечно Ведь Матильда Все не ограничивается Сейчас Я не знаю Я просто хотела бы Просто мы занимаемся Историческим Кино Екатерины Скоро Екатерина Ипотемкина А это напрямую Связано С присоединением Крыма Вы знаете Мне уже много лет Но я не знала Что Крым Был Раньше Наш И я вас Я вас Убеждала Нет Нет Он был наш Всегда То есть он с 1784 года Был наш Вы понимаете А люди об этом не знают А мы с Вячеславом Сергеевичем Нападем Написали сценарий Не могли бы нам помочь Я тоже хотела Повстрелиться История История Не прогулев А вот тут Полношники Запишите Что Крым Есть Был Есть И будет Наш Наталья Я вас Хочу Спросить О том Что Делается Для раскрытия Роли Суворова Возвращение Крыма В России Именно возвращение После Хрестителя Владимира Возвращение Что же делается Надо что-то делать Надо снимать фильмы Надо снимать фильмы Это хороший вопрос Для наших режиссеров Друзья мои Хорошо Учтем Мужчина Давно Голосует За вопрос Сергей Николаевич 1952 года Рождения Ну С самого начала Слежу за вашей Деятельностью В Крыму И лично Для меня Вы Честный Герой Нашего Ворига Теперь Такой вопрос Исторический И политический Екатерина Вторая Писала В своем Наказе Уваженной Комиссии Внимание Цитата Государь Есть самодержавный Ибо Никакая Другая Как только Соединенная В его Особе Власть Не может Действовать Сходно Сопространством Столь великого Государства Всякое Другое Правление Не только Было бы России Вредно Но и В конец Разорительно Но Не считаете Ли Вы Что Нашей Президентской Власти Надо Прибавить Градус Самодержавности По поводу Формы Правления Нашего Государства Здесь Четко Все Прописано И Регламентировано Нашим Основным Законом Конституции Российской Федерации Я считаю Что Каждый Чиновник Должен Выполнять Свой Долг По Совести И Тогда Не Будет Задумываться Простой Человек Об Изменении Формы Правления Конечно Этот вопрос Всегда Он Будет Муссироваться В обществе А может быть Лучше Было бы Жить При Монархии А может быть Президентская Парламентская Президентская Страна Это должен Решать Народ И Существует Определенная Процедура Я считаю Чтобы Наша страна Процветала Надо просто Достойно Выполнять Свой Долг Каждому И Тогда Может Не надо Задумываться Об изменении Формы Правления Вот Что же Часть Народа Выжит Я Часть Народа Но Я представляю Государственную Власть И отвечаю Что Есть Конституция И Я Как Часть Народа Представитель Народа Я Не Имею Права Агитировать Об изменении Форм Управления Нашего Государства Потому Что Я Еще И Прокурор Дамы Господа Спасибо Огромное Всем